Я люблю говядину. Когда я был на соревнованиях в Казани, каждый день мы постоянно ходили в столовую, называлось Сюембики. Даже несмотря на то, что выданных родителями денег мне бы хватило на то, чтобы питаться в каких-нибудь нормальных кафешках, мы все равно ходили в данную столовую. В ней работали сотрудники, кажись, более южной внешности, хотя и были коренные татары. Мы туда ходили всей нашей лодочной команды четыре человека, так как соревнования проходили в четверках. Хотя иногда вместе с нами ходил и сам тренер, вместе с остальными. Еще дополнительно две девушки и один парень, они были в других классах лодок по одиночкам. Каждый раз мы заказывали первое-второе салат, булочку и напиток. Это все выходило относительно дешево, всего 400-500 рублей за очень вкусную и сытную еду. Суп, второе салат и напиток я всегда брал по настроению, когда мне хотелось солянки, когда лагман, когда отбивную курицу с рисом, когда макароны с люля-кебабом. В качестве напитка я обычно брал чай, компот или кофе по утрам. Там еще был айран с яблоком, однако несмотря на мою любовь к этому напитку, я не решился пробовать такое в условиях, когда любой жидкий стул может очень плохо сказаться на результате. Однако неизменным фактором оставалась моя любимая и обожаемая самса с говядиной в слоеном тесте, сочная 140 грамм всего за 70 рублей. В том числе благодаря ей я влюбился в республику Татарстан, настолько она была великолепна. Я брал ее на завтрак, обед и ужин. Каждый день, сразу после того, как попробовал в первый день я взял курицу, однако потом брал только говядину. Однако у всей этой истории любви есть маленький, небольшой нюанс, который я считаю кощунством упустить. В лодке, как я уже говорил, нас было четверо. Я Максим Богдан и Гриша. Ребята эти очень классные, однако эта история затронет только Максима, с которым я делил очень маленькую комнату. Повезло, что там было два раздельных спальных места, хотя лично я не брезгую спать спиной к лицу, спиной к спине или лицом к лицу с таким классным пацаном. Это был август самый жаркий месяц. В Казани было невероятно жарко и душно днем, температура под 40. И даже ночью она падала чуть ниже 27 градусов Цельсия. Комнатка была маленькая, поэтому в ней очень быстро заканчивался свежий воздух. На помощь днем нам шел обычный вентилятор, и он нам казался нереальным гигачадом, настолько он облегчал нашу ношу. Однако на ночь вентилятор ставить нельзя, так как тебя продует. И видите ли, у меня довольно чувствительное к температуре горло, и так как я спал прямо под окном, я не хотел его открывать нараспашку, оставляя режим форточки. И как бы вам так объяснить? Я с Максимом перед сном постоянно болтали на всякие темы, о соревнованиях, о Казани, о любви, о девушках, о космосе и многом другом. Шутили зачастую, смеялись в шуток. И вот в первую ночь дело дошло до пердежа. Ха-ха! Смешно весело пердануть в такой маленькой комнатке, сначала он, потом я, сначала я, потом он. Мерились у кого смочнее пердеж. Ну знаете там эти показатели, громкости, частоты вибраций, запаха. Стойкости. Анализировали информацию друг о друге почти как молодые ученые. Однако, когда я начал постоянно напердывать невероятно кислющий пердеж с шептуном, на протяжении десяти минут Максиму стало нихуя не смешно. На этом моменте мы решили, что с нас хватит и легли спать. На следующий день, как понимаете, визиты в Сююмбике повторились, и ночью я так же кисло напердывал. Максиму снова перестало быть смешно, и мы выдвинули теорию, что это явно из-за какого-то продукта. И тогда я подумал, наверное, это говядина, так как никогда ранее я не ел ее в таких количествах. И ради интереса на следующий день, на обед и ужин, я взял две здоровых люля-кебаба из говядины, напоминающие гриб-мутенос собачий, только больше напоминающий космически вытянутый астероид, нежели собачий пенис. И что вы думаете, эта ночь была незабываемая для Максима? Я начал пердеть кислющим пердежом с утроенной силой, и с ухмылкой смотрел, как Максим корчится. В один момент ему даже стало плохо, однако я не мог с собой ничего поделать, и напердывал улетучивающийся через окно объем пердежа. После этой ночи, весь следующий день Максим косо смотрел на меня, однако я ему постоянно отвечал, да ладно тебе, это всего лишь пердеж. А он всегда отвечал мне, нахуй эту твою вонючую говядину, давай ты на курицу перейдешь. Однако оставаясь в Казани, я не мог отказать себе в удовольствии от самсы с говядиной. Вот так я с Максимом узнали, что говядина вызывает у меня ненормальный от слова Максима метеоризм под ночь. С аномально кислющим запахом пердежа, с которым ничего не сравнится. И да, я люблю говядину.